Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев. Свой творческий путь он начинал манекенчиком у Славы Зайцева. У нас в студии художественный руководитель театра «Модерн» культовый режиссер Юрий Грымов. Приветствую вас, Юрий. Да, здрасте. Четверть века назад, примерно, в незабвенной передаче под названием «Акула-пера», вы сказали, ну, обращаясь к моим коллегам, что, мол, хватит кусаться, ну, акула же, да, мы живем в самой лучшей стране, которая станет центром вселенной. Вы не оговорили срок. Она уже стала центром вселенной? Нет, мы не стали еще центром вселенной, но касаемо журналистов, когда я... Ну, я так говорил, да, я просто не помню, да? Ну, хватит кусаться, там, акулы, да? Я думаю, что стало хуже в этом плане, потому что многие интервью, которые я вижу на Ютьюбе, они превратились в допросы. Манера. Ну, манела журналиста не раскрыть, ну, собеседника, а замочить. И речь идет о лексике или о тональности? Идет о лексике, о выборе вопросов, да, и о желании сделать на интервью человека хуже, а не лучше. Ну, представьте, в такие условия, да, не каждый человек может парировать, да, ну, парировать какие-то вопросы, да, и верх успеха, когда много просмотров, когда кого-то публично замочили на интервью. Вот это стало для меня печально, потому что это несозидательная вещь. Это вы считаете, что это тенденция прям последнего только времени? Это последних пяти лет. Последних пяти лет, если посмотреть на манеру, сомнительные девушки становятся журналистами и почему-то считают, что это должно быть похоже на гестапо. Ну, на НКВД. Допрос. Допрос. Не беседа, а допрос. Может быть, это постулировано тем, что зритель ведется на такую манеру, что он не хочет какого-то благостного такого скучного разговора, а хочет какого-то конфликта? Ну, я не знаю. Зрители же формируем мы, я как я могу. Ну, в кино то, что я делал, или там в театре сейчас в Модерне, да, или, допустим, вы, ну, по телевидению с большой аудиторией, да. Это зависит же от нас. Если мы будем себя вести ужасно, то и они тоже будут себя вести ужасно. Значит, это разрешено, согласны? Поэтому я не стал бы сетовать на зрителя, так же, как в театре говорят, что сейчас время сложное, пандемия не отошла, еще у всех панические атаки, да, и так далее, нужно делать комедии. Я вообще считаю, что почему надо думать про зрителя? Ну, как, ну как? В театре уникальная вещь, кино такого нет, кстати. В театре уникальная вещь, что в зрительном зале сидит девочка 16 лет и 60 вместе, и получает вместе удовольствие от того, что они находят в театре. Потому что там же история-то не про тех людей, которые из телевизора на сцене показывают, а про тебя, сидящего в зале. А в кинозале разве не... Кинозал более бьется, кинозал более бьется на аудитории, потому что кино сегодня не существует, отечественное кино не существует. Не существует. Как давно? Ну, я об этом говорил лет... То есть, если у меня был дебют, я уже не помню, лет, наверное, 25 назад. Я уже с цифрами. Если Муму считать... Да, 98-го года. То да. 98-го года. А лет, наверное, 7. Потом я выпустил «Коллекционера», Калас Кукотского. Анна Каринь. Да, да, ну, это понял, да. Да, «Три сестры». Вот, наверное, я думаю, что после фильма «Чужие», где вот я снял... Это с американцами. С американцами, да. Вот я уже там понял, что мировой кинематограф стагнирует. Ну, по цифрам. Каждый год 9-12% потери зрителя. Ну, в аудиториях. Понимаю, в аудиториях. Вот. Российское кино неправильно существует, потому что неправильная государственная политика. А в театре правильная государственная политика. Ну, в театральной жизни страны. Я просто много чего знаю. Вот. То кино нету, и вот эти патриотические военные фильмы, это вообще считаю, что это кошмар. Потому что нельзя превращать фильм о войне в приключенческий жанр. Это не пират на Карибском море. Т-34, да. Война – это очень страшно. И я давно держу такую манеру, мне бабушка научила. Если ты кого-то критикуешь, предлагай свое. И я выпустил в Модерне, у нас идет спектакль «Человек с глазами Моцарта». Это первые дни войны. Когда еще никто не понимает, что происходит. На первых днях в Великотечестве. В деревне. Ну, да. Да, играет прекрасно Аня Каменькова. Ну, просто очень хорошо спектакль. И сейчас я выпускаю «Цветы нам не нужны». Это тоже посвящено этой теме. Но это можно чуть позже, гораздо жестче. Поэтому война – это драма или трагедия. Ну, трагедия. И мы, которые победили «Коричневую чуму», мы допустили возможность снятия таких легковесных фильмов о войне. Ну, у нас в России. Приключения. Прикольно. В пуле вот так летит. Это не прикольно. Я воспитан на советском кинематографе прекрасном. И многих застал. Ну, и снимал великих актеров вот этих. И режиссеров. Там, Матальд, в частности. Там, Мита. Вот. То есть, которые по-другому на это смотрели. Ну, люди, которые прошли войну, тоже нельзя забывать. Мне кажется, что это делать нельзя. Поэтому кино не существует, а театр живет и процветает. То есть, вы считаете, я хочу уточнить, прежде чем мы перейдем к разговору о спектакле, который вы упомянули, что в постсоветское время вообще не было хороших фильмов о войне. Постсоветское? Ну, вот с какого времени? Новая Россия? Новая Россия? Ну, да нет. В какой-то момент стали снимать... Лет 15 назад. Да, вот с этим, с уклоном в составляющую развлекательную. Развлекательную. Потому что появилось понятие продюсерское кино. Продюсеры создали такой миф о себе, что без них никуда. Ну, продюсеров. Нельзя забывать, что эти продюсеры никогда не снимали на свои деньги. А они все время снимали на деньги государства. Сегодня государство финансирует 100% кино. Там нет частных денег. Понимаете? Там нет частных денег. Вообще все кино финансирует? Все кино государства. Нет частных денег. Ну, может, полпроцента. Чтобы быть корректным. Может, что-то я не знаю, хотя, мне кажется, все знаю. Вот. Поэтому там одни государственные деньги. И это очень удобно дувать щеки. Ксеть, что мы такие обалденные. Мы снимаем альтернативное кино. И давайте нам за это большие бюджеты. И кино должно быть дорогим. Да, фильмы, российские фильмы о войне приблизились к голливудским ценам. По сборам? Нет. По бюджету. По бюджету. Сколько тратим, да? Я не говорю, что там что-то воруют. Я не знаю, что об этом говорить. Но бюджеты очень большие. А рынок сбыта у нас какой? Россия. А у американцев рынок сбыта? Весь мир. Весь мир, да. Ну, ты считайте. Если кто-то когда-нибудь начнет столбиком считать и поймет, что происходит сегодня в кино. Ну, кто же поймет, что происходит сегодня в кино. Следственный комитет опубликовал когда-то данные, года два назад, да? О том, что, как это странно, сами себе дают деньги, ну, и так далее. Ну, там целый процесс такой был. Поэтому кино не существует. Потому что в кино нет автора, да? Есть просто желание получить бюджет, и никто не думает о финале. Никто неправильно. Не все. Единицы кто-то думает о финале. О качестве картины. Вот когда мы говорим государство, ведь не с какого-то одного источника присутствует. Я знаю, что Алексею Учителю давали Министерство обороны 400 миллионов, чтобы он снял фильм «Пальмира». Фильм так и не был снят, он какой-то был другой снят. Или 25 миллионов на Матильду ужасно. 25 миллионов чего? Доллар. Но на Матильду давал Минкульт, там фонд кино. Откуда? Это ведь много разных есть источников. Я знаю два. Министерство обороны финансирует. Министерство обороны не знает, дают ли деньги, я это не знаю. Но есть два официальных источника финансирования. Это Министерство культуры, департамент по кино, и фонд кино. А там вот извечный вопрос, а судьи кто? Это какая-то комиссия решает? Комиссия. Это решает комиссия. Я перестал участвовать в этих конкурсах. А вы участвовали? Я верил в это. Последний фильм, который я снимал, это «Три сестры» на Чехову с великими актерами. И я подавал на грант. Нам отказали. Ну, отказали. Ну, зачем Чехов? Кому там? Чехов. Потом, в конце года, нам позвонили, сказали, что нет, там есть деньги в сэкономленную погоду. Вам немножко дадим. Ну, мне дали 30% от тех денег, которые я просил. 30%. За что большое спасибо. Ну, потому что это очень сильно помогло. Потому что актеры, которые там Юсулович, Бабалуев, Суханов, ну, все вот все. Мазуркевич, Каменькова, Парикова. Они все работали бесплатно. Весь съемочный период. Фильм «Три сестры», бюджет ноль. Все бесплатно. Почему они работали бесплатно? Из-за хорошего отношения к Грымову? Ну, и, конечно, и ко мне, и к материалу. А, к материалу? Что это классика? Это всегда важно. Не то же классика, это хороший материал. Я же изменил у Чехова в «Трех сестров» девушкам по 25. А я сделал по 60. Не меняя Чехова. Я очень люблю эту картину. Пашутин прекрасный, роскошный. Ну, там все великие, там все народные. Все народные, потому что это нетрудно собраться. Я рад и горд тем, что, когда я звонил всем этим людям, актерам, мне никто не отказал. Никуда не отказал его? Я не отдам. Я не отдам. Я не отдам.